Левые полицилы заявили об объединении. Первое заседание прошло в Днепре. Собралось около 300 человек. Это представители профсоюза, общественных организаций, члены политических партий, которые исповедуют идеологию левых сил. Что решили? Узнаете из следующего материала. В Днепр съехались делегаты со всей области. В зале около 300 человек. Рабочие и общественники политики. Обсуждают, что делать дальше. Мы начинаем такой обнедавший рух, проспелок, громадских организаций вместе с левыми силами, я не говорю левыми партиями, а левыми силами, которые, в том числе, для того, чтобы начать днепритровский, всеукраинский рух за социальную справедливость, за гидное житие, за гидную оплату пращи. Объединяются ради улучшения уровня жизни людей и соблюдения прав трудящихся. Собравшиеся уверены, дальше так жить невозможно. Зарплаты пенсии, которые сейчас просто невозможны для того, чтобы нормально существовать любым людям. Тут много пенсионеров будут, тут много профсоюзов. Профсоюзы не слышат. Закон о профсоюзах и КЗОТ потеряли свою силу и возможность регулировать взаимоотношения. Сейчас, в настоящее время, очень сильно администрация, по крайней мере, Арселор, Митал и других предприятий, нарушает права работников. Нарушается право на безопасность труда. По словам нардепа и лидера социалистической партии Сергея Каплина, результатом объединения левых сил должно стать объединение страны, соблюдение конституции и проведение реальных реформ, которые помогут поднять экономику Украины. Наша задача сегодня подготовиться к 1 мая, где будет окончательно выдвинут кандидат в президенты от всех левых и будет представлена целая книга, целая наша детальная подробная программа борьбы за новые рабочие места, за достойную зарплату, достойную пенсию и мир над нашей головой. Наша задача сегодня построить уже региональные органы, обязательно добиться, чтобы в нашей стране появилась новая сила. Нынешняя конференция объединенных левых сил не последняя. Подобное проведут также в столице, Полтаве и других областных центрах. А до 1 мая обещают представить программу реформ, рассчитанную на 20 лет. Андрей Кровец, Вячеслав Никифоров. Подробности телеканал Интер Днепр.